Фэшн-съёмка — особый жанр фотографии. Главное её отличие в том, что в центре внимания — продукт моды, который должен подаваться таким образом, чтобы у зрителя возникали определённые ассоциации. А что такое фэшн-съёмка, какое место и значение она имеет в классификации остальных фотографий, рассказывала на своём мастер-классе имиджмейкер, стилист, организатор фотосессии Юлия Бариева. Также мы обсуждали современные тенденции, что сейчас модно, почему, в связи с какими экономическими, политическими, социальными событиями в стране и в целом в мире. Мы говорили о передовых фотографах, стилистах, я говорила о своём опыте, который я хотела передать, потому что достаточно много уже у меня его, в связи с тем, что постоянно работаю с рекламными компаниями, с дизайнерами, преподаю стилистику. Также я рассказывала девочкам приёмы стилизации. Приёмы стилизации, включая кастомайзинг, включая дублирование, силевое использование вещей и так далее. Фэшн в городе Челябинске, он присутствует не в том объёме, в котором бы хотелось. Мы хотим привить городу Челябинску и нашим стилистам, нашим фотографам именно культуру, культуру именно вот таких съёмок. Задание практической части из предложенных моделей и большого количества реквизита – создать три образа на заданные темы – графика, эфемерность и игра. Нас разделили на команды, значит, в нашей команде четыре человека, и тема была такая – эфемерность. Эфемерность для нас ассоциируется с чем-то очень лёгким, воздушным, нереальным, с чем-то сказочным. И поэтому мы создали образ балерины, но решили показать ещё обратную сторону медали. Нам дали бы графическое занятие – собрать образ графический, и вот общим каким-то коллективным надковым штурмом у нас получилась такая девушка-зима, у неё носочки, как на первый снег, такая графичная стиль ромбика, но потом ты начинаешь снимать, и изначальная поза, она переходит вообще во что-то другое. Один из основных принципов фэшн-съёмки – наличие визуальных элементов, которые вызывают эмоции. Обычно над этим работает целая команда – стилист, фотограф, модель, визажист и парикмахер. Все эти люди должны мыслить в одном направлении, создавая единый творческий образ.